Трагедия произошла вечером 25 августа. Лесники пытались локализовать 17-й по счету пожар в местности Россыпь возле озера Колок. Пока не ясны все обстоятельства случившегося. Известно только, что на пожарного парашютиста у Лануденского авиаотделения упало дерево. У нас при тушении лесного пожара на кромке пострадал, получил травмы, несовместимые с жизнью от падения дерева и затем уже скончался. Это Бронников Олег Георгиевич, 79-го года рождения. Олег Георгиевич потомственный лесник. У него отец также работает в Забайкальской авиабазе охраны лесов. Потомственный огнеборец и глава семейства. У спасателя остались жена и дети. Самому же Олегу Бронникову было всего 36 лет, четверть из которых он отдал борьбе со стихией. Впрочем, по словам специалистов, даже наличие большого опыта не может застраховать от несчастного случая. Лесные пожары – это стихия, это чрезвычайная ситуация. И несчастный случай, в принципе, может случиться с каждым. То, что деревья падают, что температура высокая, стоит понимать, что это не на прогулку, не на пикник человек приехал, поехал, работают со стихией. Это очень опасно. Поэтому мы стараемся всячески обезопасить и наших работников, и добровольцев. Насколько были приняты все необходимые меры безопасности, теперь будут устанавливать в Следственном комитете. Его сотрудники уже отправились в Прибайкальский район для выяснения деталей случившегося. Впрочем, это уже не первый случай в истории. В прошлом году в лесу на пожаре заживо сгорел Николай Грязнов. По Заиграевскому району у нас тоже погиб лесник, начальник участка, когда отводил людей с пожара и пострадал при этом со смертельным исходом. Тем временем есть и другие пострадавшие от стихии. В Баргузинском районе при тушении пожара получил травму еще один лесничий. К счастью, все обошлось малой кровью. Мужчина сломал ногу и сейчас находится в больнице. Надежда Хлыстова, Светлана Семиренко, Вячеслав Батуев. Первая альтернативная.